Кубань-24 Кубань-24 Сейчас артисты в Ростове-на-Дону со спектаклем «Ханума» и «Алые паруса». А в мае театр примет участие в фестивале «Мелеховская весна», который пройдет в Подмосковье в музее-заповеднике Чехова. После коллектив начнет готовиться к празднованию 80-летия со дня образования края. На сцене театра будет поставлена музыкальная комедия «Кубанские казаки». Об этом руководство театра драмы рассказало на пресс-конференции. Труппы очень сильные. Очень сильные. И вне зависимости от качества спектакля. Я же не спектакли смотрю, я смотрю артистов. И артисты очень сильные. Потенциально и молодое, и среднее, и старшее поколение. Это вдохновляет, но осложняет, опять же таки, проблему выбора. Историю знаменитого царя, не проронив ни слова, расскажут артисты Московского губернского театра. Спектакль «Каллигула» покажут 26 апреля в Краснодарском театре драмы. В ролях Мария Александрова и Станислав Бондаренко. У жителей Краснодарского края есть возможность попасть на эту постановку бесплатно. Но только в пятницу дозвонится в прямой эфир Первого радио с 8 до 10 утра. Ведущие радиостанции расскажут подробности. Ну что же, мы продолжаем говорить о театре и краснодарских коллективах. Так, в Молодежном театре уже завтра состоится премьера спектакля. «Звезды светят на потолке» по одноименному роману современной шведской писательницы Иоханны Тидель. Это постановка о подростках и их мироощущении. Режиссера пригласили из Москвы и сегодня Павел Пронин у нас в гостях. Здравствуйте, Павел. Добрый день. Здравствуйте. Очень здорово, что вы сегодня пришли к нам в студию. И сразу у меня к вам вопрос. Как вам Краснодар? Как вас встретила кубанская земля? Дело в том, что я приступил к репетициям в феврале. И вот премьера у нас завтра, это середина апреля. То есть я имел счастье наблюдать всю кубанскую весну почти от начала до конца. От первых каких-то цветочков до того буйства красок, которые сейчас происходят на улице. И это непередаваемое ощущение. Я даже спрашивал у ребят, а у актеров на репетиции, а вообще можно к этому привыкнуть хоть когда-нибудь, каждый год вот это наблюдать. Так что очень гостеприимно, красочно, и я очень рад, что здесь оказался. Павел, ну скажите, работая с труппой театра молодежного, как сложились репетционные моменты? Был ли вот этот период, когда актеры присматриваются к режиссеру, но и режиссер, соответственно, присматривается к актерам? Как происходил этот период? Ну, конечно, всегда, ну, даже не в работе, когда ты сходишься с кем-то, с каким-то человеком, есть момент, когда ты присматриваешься к нему, пытаешься понять, что он, кто он, и он постепенно перед тобой открывается. У нас этот момент случился немножко раньше. Я был приглашен на лабораторию театра на песке, которая регулярно проводит руководство театра при поддержке объединения премьера в Анапе. И это в сентябре прошлого года, это было большое счастье, познакомиться, присмотреться к артистам, что-то вместе сделать. И они, конечно, тоже присматривались ко мне. И дальше уже процесс пошел. Здорово. Ну скажите, да, выбор, почему пал именно на это произведение? Это совместное решение, либо вы предложили о молодежном театре? В этом отношении руководство молодежного театра, ну, проявляет какое-то бесконечное понимание. И директор Николай Александрович Табашников, и главный режиссер Данил Александрович Безносов, они дают режиссеру относительную свободу. Ну, даже полную свободу. Единственное, о чем мы договорились, что спектакль должен быть интересен подростковой публике. И это была отправная точка моих поисков. Постепенно я нашел этот роман и понял, что хочу заниматься именно этим материалом, именно сегодня. Прекрасно. Скажите, ну что же, приоткроем маленькую завесу тайны, да, ведь уже завтра состоится премьера. Что же будут какие-то решения, да, это световые, либо декорации? Давайте чуть-чуть поинтригуем наших зрителей. У нас необычное пространство. Книжка — это дневниковые записи, бесконечное перемещение из одного пространства в другое, какие-то очень быстрые переходы. И для этого потребовалось совершенно особое сценографическое решение. И художник, с которым мы вместе работаем над этим проектом, Ольга Галецкая, ей удалось воплотить очень интересное решение. И музыкальное решение тоже было оригинальное, даже отчасти эксперимент. Я предложил всем участникам спектакля, не только актерам, но и службам, приносить свои предложения. И в итоге трек-лист спектакля состоит полностью из музыки, предложенной актерами в связи с материалом. Ну и, конечно, есть определенный световой сюрприз, но вот его я открывать не хочу. Я хочу, чтобы каждый увидел это сам. Здорово, Павел. Но, честно, слушая вас, мне хочется с вами поработать, даже поучаствовать в спектакле. Спасибо вам за такую искреннюю, настоящую беседу. Спасибо вам большое. Ну а эфир телеканала Кубань-24 продолжает новости спорта.